Это вот четвертый номер за 15-й год. Я начал пробовать свой вариант газеты. Вот так я его сделал, но не понравилось. И я не стал его дальше тиражировать, а вернуться к прежнему. Значит, Луна у нас рекомендует. Тут интересный шрифтик, мне нравился. Познавательный практически. Это у нас идет четвертый. Это у нас апрель уже. Как раз в апреле можно делать квасы. В посты, особенно в летнее время, почти главную пищу простого народа составляет квас с зеленым луком и черным хлебом. Русская госпитальная гигиена приспосабливаясь к народному вкусу, сделала квас обязательным продовольствием в лазаретах и госпиталях. Значит, подчеркиваю, такие. Борггаус и Ефрон. Это, по-моему, из их энциклопедии. В результате стата. Так вот, квасные продукты. Конечно, я тут как раз размышляю, что это такое, как они влияют на организм человека. Во-первых, это уже бактериальный продукт, продукт бактериального брожения. Естественно, вырабатываются какие-то там вещества в результате этого, получаются там новые. И самое интересное, почему квасы начинают делать в летний период. Да потому, что кислый вкус кваса способствует тому, что он задерживает воду в организме и утоляет жажду во время жаркого времени года. Поэтому обыкновенными напитками утолить жажду трудно. А вот, оказывается, квасом можно легко и просто. Это почему его народная, народная мудрость и стала применять. Далее, значит, квас по Борису Болотову с моими разъяснениями. Вот, Борис Болотов хорошо в этом деле разобрался. Вот, что и как делает, что и на что влияет, как они делаются. И такой продукт интересный, хороший и к тому же целебный. То есть, квасы можно делать на различных продуктах, допустим, на какой-то траве целебном. Ну, вот, допустим, есть квас на чистотеле, который очищает от разного рода папиллом, моллюсков, которые имеются у нас в организме. Вот, допустим, квас на банановых корках для оздоровления организма в целом. Даже для профилактики онкологических заболеваний. Вот, сердечный квас для улучшения и восстановления сердечной деятельности. И из травы серого желтушника. То есть, разные-разные растения, они влияют на функции нашего организма. Поэтому в летнее время года это отличное подспорье. Да, и в обычное время года отличное подспорье для того, чтобы оздоровить свой организм с помощью кваса. Здесь 10 признаков умного человека я тут разбираю. То есть, попалась у меня такая статейка. И я, значит, не ее привожу, а привожу, будем говорить, в своем пересказе, как я на эту, ну, допустим, на мысль я думаю. Вот, значит, они не говорят, ну, первое, они не говорят много, зато больше делают. И все потому, что они понимают, что только слушая других, можно стать умнее. Конечно, когда ты там говоришь, то, что ты знаешь, и ты рассказываешь. А для того, чтобы узнать о других, тут и читать, и слушать. Ну, и... Вот, например, восьмое. Они имеют массу иных талантов, которыми не козыряют попустого, используют тогда, когда это требуется. Ну, например, я приведу. Один из своих талантов, это вот я увидел такую коряжку, которая ничего с собой особо не значила. А я взял и из нее сделал, вот видите, вот такую вот фигурку. И таких фигурок я сделал довольно-таки много, оригинальных. Ну, сейчас, правда, особо ничего не делаю. Почему? Потому что много времени уходит на работу с информацией, написание газеты, там, музыки и фильмы и прочее, прочее. Хе-хе. Правда о лекарствах. Вот Шин Элосин Биохимик. Значит, сказал следующее. Все лекарственные препараты изготавливаются для того, чтобы сократить население. Помничать, что мы разрабатываем препараты для устранения симптомов, мы не лечим. И это, это, и это, знаете, становится, вот, будем говорить, нормой. Я недавно слушал Задорнова, он как раз там про медицину рассказывал. И вот, говорит, если раньше, там, лет, там, 20 назад, он приходил к врачу, и врач помимо лекарств еще давал советы, как не болеть, от чего воздержаться, что, говорит, то сейчас всех этих врачей убрали, чтобы они ничего не рассказывали такое, и перешли только на вот эти вот. Пришел, вот те лекарства, дуй в аптеку, дальше не помогает, дуй к хирургу, и так далее, и тому подобное. Так. Значит, тут я объясняю, по-моему, про боли головы, а, нет, лечение, лечение онкологии, или профилактика онкологии, с помощью растений, какие растения, что они делают, в чем их, будем говорить, отличия друг от друга. Вот я объясняю. Теория, практика самооздоровления, то есть я разбираю оздоровительные системы, тех или иных авторов, стараюсь найти, в чем у них, ну, будем говорить, изюминки, почему она помогает, и чтобы это расширяется, будем говорить, кругозор, и ты как-то лучше начинаешь понимать, что и для чего. Так, это тут маленькие секреты большого секса, такую книжку я написал, лично мне она нравится, там описано без всяких, знаете, таких штучек, просто о правильном ведении половой жизни, потому что это такой пласт нашей жизни, который откладывает отпечаток на наше здоровье. И если мы все правильно поступаем, то, естественно, будем здоровы в этом отношении. Если неправильно, это все сказывается на наше, на наше и здоровье, и общение, и судьбу целом. Итак, газетка окончена. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!